Режиссер, который умел говорить о серьезном с улыбкой. Его кинокартины, служебный роман, берегись автомобиля, ирония судьбы, карнавальная ночь большинство людей знает наизусть. А речь героев уже давно растащили на цитаты. Вечер комедий в музее Эльдара Рязанова начался с показа его кинокартин. Сотни самарцев среди них и известный историк моды Александр Васильев пришли посмотреть фильмы, которые навсегда прописались в культурном коде россиян. Я нахожу, что его фильмы это самые трогательные из всех советских кинокомедий, это самый добрый и самый приятный, обволакивающий юмор. Я очень рад, что на его родине создан такой музей, который позволит следующему поколению узнать больше об этом прекрасном человеке. После показа обсуждали эволюцию комедии по ранним фильмам Рязанова. Также на лекции кинокритика-киноведа-члена Союза кинематографистов России Валерия Бондаренко поговорили о современном месте комедии в искусстве. Взаимобратимости смешного и страшного. И о том, что мир, в котором мы живем в настоящий момент, он, конечно, уже не может в полной мере пользоваться смешным, так как это было, допустим, во времена Эльдара Рязанова. Ограбление по тарифу. Это жизнь. Взятка. Вечер завершился показом короткометражных комедий. Представляли самые свежие российские новинки этого жанра. Режиссеры, сценаристы и актеры из Москвы. Их шесть, они все разные, каждая по-своему смешная. Они лауреаты различных фестивалей и представляют такой современный срез российских молодых авторов. Самара нам очень понравилась. Мы сегодня целый день ее смотрели. Я приехал из Москвы. Я в полном восторге от Самары. У вас сегодня такой праздничный город и праздник цветов и поющие тенора и баритоны с балкона. Прекрасно, красиво. И погода тоже не подкачала. Я представляю фильм «Это жизнь», это комедия. Это комедия про человека, который идет на интервью, В ближайшее время все короткометражные комедии появятся в открытом доступе и любой желающий сможет их посмотреть. Елена Малютина, Константин Головин, События.